Видеомир! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, мои родные! С нами Тимур, наш автоматолог. И с вами пубертат, главный пубертат страны. И мы летим сегодня в секретное место кататься на военной машинке по городским клакам. Будем именно гонять, секретные маршруты делать те, которые никто не знает. И такого никто никогда не делал, кроме нас. Тимур, ты как, готов? Машина готова? Машина всегда готова для подобных мероприятий. Военная машина. Мощь. Советская мощь, как говорили. Мощностью аж 40 сил. 40 лошадей? 40 лошадей. Тут же рад запорожца, двигатель стоит. Полетели! Полетели! Вау-вау! Вау-вау! Вау-вау, везем пубертата снимать. Новый влог. Как же наработать не выходит? Это гау-гау. 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 Так, господа, заехали подкрепиться на майндрафт. Майндрафт. Хоть это и вредно для здоровья, но иногда хочется. Парих бажает на бокалы? Что я не чую? Нет, не бажаем парих. Один парих, да. Один, один парих дай. Вибачь, я вас не чую. Парих дай! Пирог, кофе. Мак парих. Один, два. Не, не мак парих, обычный. А, обычный, господи, обычный. У нас машина очень громкая. Что она говорит там? 306 гривен. Карты. Я сейчас сниму, ху-я, и мне их лопну от смеха сейчас. А что смешного? Они стоят сзади и ждут. Так. Только ждут. Вау, копия! Это что-то не рассыпалось. У-ху, копия! Примай. Э-бой! Стоп, это не все. Они нам не все дают. Они нам не дали жрать. Жрать дай. Сидели. Приятные дамы. Так, дорогие друзья, едем на конспиративную точку, и там нас будет ждать уже наць человек. Так что это еще не вся команда в сборе. Ну, едем, я даже не знаю, кто этот человек. Мне тоже интересно. А пока кушаем. Антиреклама. Не ешьте Макдональдс. Дрянь, конечно, но иногда можно. Дрянь параоновая. Ну, Тимур, а ты как врач. Как можешь оценить Макдональдс? Негативно. Тимур, а тебе сколько лет, если не секрет? Нет, 36 лет. Я Тимур. Стоматолог, который подарил Санину новую улыбку. Сейчас мы едем снимать новый влог. Летим, летим, летя. Сейчас дожрем и полетим. Но обед по расписанию. Работа, работа, а Макдональдс по расписанию. Но лучше выключить это из расписания. Я когда-то, когда не было денег, по мусоркам лазил, собирал вот эти гамбургеры. Они когда охлаждаются, 3 минуты их выбрасывают. А их выбрасывали много раз? Очень много. Целые черные мешки. Огромные. Выходные. Я, короче, доставал с них котлету, хлеб нахер выкидывал. И котлеты собирал. Это вы кахарчами перебираете? Да, потом приносил на работу и под водочку. Вот это вот, короче, котлетки кушали. Все говорили, вкус мусорки, гамбургеры. Я говорю, не буду. Говорю, ну не ешьте. Потом, ну ладно, давай еще. Не, ну закусывать бухло макдональдсом, это, конечно, трэш. Пацаны, напишите в комментариях, вообще позволительно жрать в макдональдс или нормально вообще. Друзья, настоящий уф-фрод в таких местах, что людям даже и не стнилось в городе Киеве. Продолжение следует... Тузик хороший, тузик хороший, тузичик мой. Сейчас будет кушать тузик. Ухватит. Ой, хорошая собачка, блядь. Собачка. Ой, хорошая собака. Ой. Все. Тузик. Ням-ням. Хороший. Я вообще животных обожаю. Собаке сегодня куш достался. Все, пацаны, приехали. Это лютая промзона, окраина Киева. Тут даже связь мобильная не ловит. Сейчас 5 минут и будем уже на точке. Промзона, железная дорога. Заводчатые места, вот туда, 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 туда. Тут просто находятся цыганские поселения самодельные. Сейчас вы их увидите. Поэтому шлагбаум открыт. Прямо юбки. Да. Ого, там чипы. Да, именно лютое, страшное гетто. Собаки тоже не менее страшные. Смотри, как здесь. Аккуратно собаки потолес. Ох, и жестко здесь, пацаны. Тут именно лють. Тут пару раз на меня с палками нападали, когда я на эту вышку лазил. А-а-а, гусей, гусей. Видим вот такой вот самодельный забор из дверей. Кстати, тема. Говорится, дешево и сердито. Куда вы старые двери выкидываете? Друзья, никогда не выкидывайте старые двери. Потому что если вы можете построить забор и построить из дверей дом. Да не только забор. Можно и дом построить, и теплицу построить, и крышу с них сделать. Да вообще, все в жизни можно построить из дверей. Так, друзья, почти приехали на точку. Сейчас еще немножко проедем, и уже будет наш сегодняшний гость. Наш человек там уже нас внизу ждет. Так что сейчас, 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 уже минутку, и будет наш человек. Да. Ну, идем встречать человека. Едем. Едем. Что же это Сусанин пешком ходит? Сусанин едет. Нет, Сусанин везут. Везут, да. Притом на такой вот редкостной машине. Все, стой, 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 туда. Привет, дорогие гости и друзья канала. Мы приехали, Тимур, значит, на главный коллектор города. Сюда, чтобы вы поняли, все коллектора, которые у нас были в сериях, во всех видео, все реки малые, Киева, спекаются. Вся канализация бытовая. Точнее, дождевая. Она вся сюда стекает. Если вы видите мусор на деревьях, это все оттуда. Капец, сколько здесь полиэтилена висит на деревьях. Это дождь поднимается, 5 метров вода тут засекается. Так, где наш гость? И где ваш Кент? Сейчас приедет. О, вот и наш гость. Смотри, полиция Киева. Здравствуйте. Смотри, прикинь, собака охраняет полиция Киева. Здравствуйте. А ты, бонусе, приобрел монофод? Не, ну что сразу приобрел, нашел. У нас есть трасса вот туда, вот, короче. Она там захламленная, захорщенная. Я взял бензопилу, взял лом и взял лопату. Сейчас будем пробивать дорогу. Покатаемся по восточной канаве киевской на машине. Это будет весело. Да. Это будет точно весело. Как минимум для машины, для такого испытания, которое никто никогда не делал. Первое препятствие я уже вижу. Да, мне подарили бензопилу, я сейчас буду ее испытывать. А что? Полетели. Полетели. Полетели, полетели, как говорил Камрат, на головку сели. Бонус, это колесо на бензине работает или на чем? Не, электричество, экологически чистый продукт, так сказать. Какую скорость развивает? До 50 км в час. А сколько, слышишь? Ого! Сколько весит? Ну где-то 25 кг. Больше. А ну килограмм 40 весит. Не, не, 25 где-то. На заряде сколько он АКМ проезжает? Ну до 90 км. Я до сих пор не понимаю, как эта штука работает, объяснили. Ну смотри, ты держишь равновесие только влево-вправо. Вперед-назад оно само держит равновесие. Типа наклоняешься вперед, оно ускоряется, едешь. Наклоняешься назад, оно тормозит. Повороты, типа, ну, наклонами. То есть у циркового медведя одноколесный велосипед гораздо сложнее. Да. Слышишь, а нельзя снять колесо вот это вот, сделать переходничок и диск от болгарки одеть. Не думал бы это. Чтобы резать эти. Нормальная тема. Кого? Бензорез делать. Замки разные. Ну что, пацаны, погнали? Погнали, похоже, да. В двух словах вообще, типа, что хочу сказать. Вы очень много в комментариях пишите, что Олег Кожий-Коле перестал бухать и трэш творить жесткий. Так давай хотя бы историю, типа, расскажи уже тогда, типа, ну, исторический фактор давай. Момент в том, что реки, типа, формировали улицы города. И под улицами остались эти старые реки, просто они в коллектора закрыты. И все дождевые решетки, что вы видите на улице, в них стекает вода. И стекает это все в коллектора большие. Потом вот эти вот все коллектора впадают вот в эту реку. В центре города все сюда течет. И в конце концов это все, в конце мы покажем, выходит в Днепр. То бишь это не что иное, как большая сточная канава. Куча совокупность рек. Плюс индастриал промзона. Вот эта вся промышленность. Короче, это как-то, как ты говоришь, место паломничества диггеров. Все палом диггеров. И мы кайфуем здесь проводить время. Отчасти как-то подземная наша штука. Это, короче, речка Лыбидь. Сколько сюда коллекторов впадает? Ой, сложно сказать. Ну порядка, наверное, штук 30-40. Подземных рек свои воды отдают сюда. А потом это все идет в Днепр. Потом в Днепр, потом в Черное море, потом в океан тихий, потом в спокойный. То есть мы вам покажем, куда вся подземная дрянь, вся грязь, которая стекает с улиц, все, что люди харкают, кидают бычки, куда это все по итогу попадает. Это тупо в Днепр, там, где купаются маленькие дети и моются. Часть на деревьях вон оседает. Обратите внимание, во время дождя здесь вода поднимается метров на 5-10 вверху, потому что вся вода стекает с решеток. Вот это все поставляла вода. Это кульки все, да. Вот это можно только представить, какого уровня была вода. Вот мы сейчас видим, как протекает внизу. Ну где-то тут приблизительно с полметра может глубина. Вода поднимается вот так вот, ну где-то метра 3 точно будет. Больше, больше. Больше даже. Много больше, чем 3. Тут, короче, если пойдет вода, то кто первее всех сможет убежать? Человек на ногах, Бону на колесе или Тимур на машине? Сушанин на собаке. Я одену голову собаке и как свой буду, на собаку сяду и поеду. Конечно, я убегу первый, а кто же еще? Ну что, летим. Бонзай! Бонзай, полиция! Так, это неуважение к провокотителям органов. Ладно, ладно. Честь имею. О, беда, беда произошла. По-моему, мы видим препятствие. Вроде произошла беда. Первая преграда на нашем пути. Ой-ой-ой, мы ее не вытащим здесь. Сус, что делать будем? Да нет, это... А если машина троса попробует зацепить и потянуть назад? Да не потянет она. Тут надо кардинальное решение проблемы. Поговоришь тросом. Гоу-гоу! Значит, ты ее залил, походу. Видишь, завоняло бензином. Ты ее залил. Давай мы уберем с тобой подсос полностью. Уберем подсос. Поехало все. Дорога открыта. Ха-ха! Все, охать бревно поедет в Днепро. Ну что, господа, проход открыт? Поехали дальше. Проход открыт, ничего святого. Дорога открыт, ничего святого. Видал, как прошла. Вообще впритык. Так, друзья, приехали. У нас дальше... Где Тимур там? Пан Тимур. У нас вторая преграда впереди, смотри. Да, что-то... Нам надо... А, надеюсь мы проедем, да? Вот этот камень нам мешает. Смотри, ну его вес килограммов 300-400. Так, я думаю, что можно попытаться... Блин, тут труба, я могу не зацепиться здесь. Не, вот здесь ты по габариту пройдешь идеально. Смотри, мне кажется, если мы уберем вот этот камень, вот здесь ты проедешь, супер. Как думаешь? Думаю, что можно попытаться. Давай камень сначала. Давай, да. У нас один лом, да? Да, давай сюда подъедем. Сможешь подъехать прямо сюда, Тимур? Смогу. Что, Боно, думаешь, двинем камень? Ну я даю 30% на успех. Ну сколько он такое может весить? Килограмм 300-400. Ну что, Тимур, давай! Поехали! Ооо, ооо, красота! Давай глазки сюда подставляй. Давай, поэту, помогайте. Нормально, так сейчас он нормально сойдет, этот каменюка паршивая. Она тут тысячу лет уже лежит. Тут ветки еще какие-то. Со времен еще Киевской Руси. Не, я просто сейчас зашел туда. Давай. Есть! Боно, как лучше всего его двигать? Ну таким способом, понемножку ломом продвигать его в сторону реки, пока не упадет. Либо ты можешь острой частью вставлять и рычагом поднимать. А какая разница? Такая разница, что этот изгиб против тебя сейчас работает. Попробуй то же самое сделать, только острой частью. Но тут дерево мешает. Вот именно дерево мешает, понял? И вот эти булыжники, друзья, чтобы вы понимали, это вода приносит во время ливня. Вот этот поток выше человеческого роста, он такой сильный, что он тащит вот такие будильники. Ну да, глыбы такие. Тимур, все правильно они делают? Ну, наверное. Ты руководи, если что. Хорошо. Кто-то смотрит. Да пусть смотрит. Это подписчики, все. Вон, а ты занимался где-то, ребят, природой такой мощный? Да нет, я в бомбаре накачался. Самое, конечно, большое удовольствие, самое большое удовольствие в жизни, это когда кто-то работает, а ты сидишь. Давай, Вон, чуть помогу. Сейчас, у кого уже немножко идет. А еще самое классное удовольствие, когда кто-то уже сделал, все, ну, 99%, там прийти, так, хвостиком махнуть, сказать, о, я. Это я люблю делать. Чужаки. Это мы разрушили их дом. Я их целовал. Их надо на траву пал посадить, только не в воду, потому что в воде умрет. Матка, видишь, выросла у нее матка. Беременная. Там дети у нее. Да. На травку посади, пусть там тусуются. Вот это если бы Макдональдс, я думаю, не жрали с утра, то давно бы уже сдвинули. Давайте в восьмером. О, зеленушки. Зеленушки богатырские. Все, шикарно, супер. Так, едем туда дальше. Да. И вот этот камень будет здесь лежать до следующего большого дождя. Следующий ливень отнесет его на несколько километров дальше. Машина в натуре военная, узкая, высокая, всюду пройдет, именно продумано. Додумано, выехано. Но резина не по сезону сегодня, конечно, но к моему то еще маем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, ништяк, о, наше поколение, класс Спасибо, ребята, здорово Давай, базыки, салют Ну, это служебный дрон, вот, на самом деле Его выдают, полиция работает С дронами, скажем так На разных заданиях, в том числе Вот, учимся Тактике Разведывать, да? Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДАЯ, ЛОВИ! Так, Пубертач, что делаем дальше? Так, у нас еще впереди Три больших преграды Сейчас преодолеем и выйдем на большую дорогу Как это? Романтики с большой дороги Все-таки Не веже по маленьким ездить Сейчас выйдем на шоссе Ну, давай Пошли снимать дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если что, подсушенные дрова режем Мы живые не берем елки Не ломаем Мертвые Ломанные, которые мешают проехать Автомашины ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что? Машина легкая Постой, я так не заеду Машина легкая И посмотри, какой этот самый Полечу Ползет в этот самый Вречу Это долго, нет Поехали лучше на Днепр Так что, бочком вот так вот мы не проедем? Нет, послушай меня Я себе шпильки поломаю Редуктор крепится на шпильках И если он станет сильно в залом Я на ломаном колесе тут и жить Так, ладно, друзья У нас это вот Сломалась шпилька И мы не можем здесь проехать Золоманное колесо получилось И шпилька треснула И мы не можем здесь проехать Впереди еще огромный бурелом Ну, что, оставим потом тогда его Поедем тогда к самому вытоку в Днепр Поехали в Днепр Все, пацаны, ладно Тогда это направление оставляем на следующий раз Коли так Просто у нас остался один час Пока не зашло солнце и не стемнело День короткий И что самое главное Мы вам покажем Это место, где вот эта Лыбик Кстати, сколько ее длина по Киеву? 29 километров И мы сейчас вам что самое главное Хотели покажем место Где эта речка впадает в Днепр Да И все вот это говно, моча и мочмола Все это вытекает в наш Днепр Где купаются беременные женщины и дети И беременные бабушки и дедушки Все, летим к Днепру Поехали Стой, 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 стой минуту, стой Кто-то едет Кто-то приехал Здрасте Здрасте А вы часто катаетесь? Да, ну это так, сыпем Мы на маленьком скутере по разным местням покататься Святое дело А там можно приехать дальше? Я не знаю, только спустился вот здесь вот вообще Жемная пауна Чувствую сам Машина перевернуться может Ну вот это поеду И пойду вот разведывай, так сказать Ладно, счастливенько Ты понял, что творится? Да На мопедах катаются Кстати, тема вполне Хобот, сила, фон, могила Мир всем своим, кого еще не совсем покрутил А? Теперь у нас операция проехать вот там вот на пониже Передачи Вот там где Глина Тимур, а когда шпильки будем рвать? Да, шпильки мы не будем брать Так хотим шпильки порвать Я тебе видео, посмотри на моем ютуб канале Есть видео, где я порвал шпильки О, класс, хочу шпильки Супер сус, супер сус А-а-а-а-а-а! Ну вот мы и и приехали К сожалению, шпильку не порвали Друзья, мы доехали до самого-самого конца Лебеди. Вот Днепр, а через километр получается уже здесь Черное море начинается. Здесь самые водолазы, короче, когда они реально, говорят, что самые, как три человека, реально по 300 метров, здоровые. Но они говорили такие, там по 30 килограмм 300 метров, большие. Такие реально огромные самяры. Вот, ну это, короче, конец Лебеди, все, вон Днепр, вот тут рыбалки, вот тут очень много, чтобы вы поняли, бездомных смывает. Бездомные, короче, плывут, засыпают пьяные. И там вот чайки, если посмотреть, они их подъедают. То есть они надуваются, всплывают, и вот эти чайки их подъедают. Ну вот, смотри, сколько их. Да. А рыбаки чаек потом ловят уже набитых. Сначала люди всплывают, их чайки подъедают, а рыбаки закидывают спиннинги и подлавливают уже чаек, набитых мясом уже. И потом домой в духовочку и готовы, типа, чайка фаршированная, нормальное блюдо в Ибецкое. Это из древнерусской, да. Вот, ну, короче, вот рыбик, такая вот. Может, когда-то снимем серию на байдарочках погонять здесь. Вот конец, самый-самый конец этой системы. Ну, как-то так. Доехали до самого конца. И она, к сожалению, не замерзает, можно было бы на коньках покататься. Тут 90 метров перепад. До 29 километров 90 метров перепада в Ибиде. Самотеком идет. Вот здесь и там на Сиале, короче, 100 метров почти, прикинь, высота. Перепад большой очень перепад у нее. И плюс все кидает, стоки горячие. Что, как тебе, Тимур? Обалденно. Вот пришли к самому концу Лыбиди. Видно Днепр, видно Сокарки. И вот тут эта речка впадает, которая, ее длина по Киеву, сколько? 29 километров. Заканчивается именно вот здесь. Так, друзья, сняли влог, покатались, погулялись, повеселились. Деревья сухие поуничтожали, чтобы не мешали воде нормально протекать. В любом случае, классно провели время. Я думаю, вам будет интересно. Напишите в комментариях, а какие вы еще знаете такие уникальные, крутые места, куда можно же ехать, реально на военной машине. С бензопилой распалить костер, повзрывать петарды, подуреть. Мы такое очень любим. А вам спасибо, что вы нас смотрите. Напоминаю, подписывайтесь на Боно. У него есть свой канал, тоже есть инстаграм. И подписывайтесь на Тимура. У него подтверждаю. Как это? Напоминаю, что у Тимура есть инстаграм. Мы оставим все ссылочки здесь внизу. А вам приятного, как говорится, просмотра. И приятных выходных. Всем хорошего настроения. От Суперсуса и глобализации. Вся земля скоро станет Суперсусячей. Всем хорошего настроения, друзья. Спасибо, что пригласили. Очень классно. Время провели, конечно. Таких эмоций давно не было. Друзья, спасибо, что досмотрели видос до конца. А для самых наших преданных зрителей я хочу поделиться приятной новостью. Совсем скоро, уже где-то в течение месяца, выпуск инсайдерс про космодром Байконур выйдет в прокат в кинотеатры Украины. Друзья, следите за новостями. Как только мы узнаем конкретику, сразу дадим ее вам. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok